Всем доброго времени суток, мои дорогие теле-радио-видео слушатели. Снова с вами я, Игорь Шаститко. И... Светлослав Михайлович. Да, мы ведем свои путевые заметки. Напомню, тоже третьи путевые заметки из Вены. И вторые путевые заметки из Военного исторического музея Вены. Сейчас мы пойдем... Первый зал вы уже видели там про турков, турецкое нашествие и так далее. А сейчас мы пойдем в зал, который называется Австрия и Европа в 1789-1866 году. Светлослав, ответь на вопрос, что происходило в это время. 1789-й. Ну давай, что ты знаешь? Вторая мировая. Ты что, издеваешься? В 1789-й год. Давай. Ты только что мне про Ассин Крида рассказывал нового, Юнити. Это революция в Франции. Во Франции и после этого начинаются там какие-то люди переодеваются. А где-то еще в Америке? Нет. Там начинаются что? Наполеоновские войны, да? Когда Наполеон захватывает Европу. И как мы уже говорили в предыдущей части, в 1800... Каком году? А, вспышки нельзя. Нельзя. В 1807 году что происходит? В 1807 году происходит... Я только что говорил про это. А, битва вот эта. Какая? Где русские и австрияки подрались с Наполеоном, просрали 25 тысяч человек, а Наполеон всего-то полторы тысячи. Ну надо же. А ты знаешь, где она происходила? Под Аустерлицем. Да. А угадай, где он находится? Где-то здесь. Он называется Славков при Брно, в 130 километрах от Братиславы, совсем не здесь. И никакого отношения к Аустерлицу он не имеет. Ну на самом деле имеет. А еще происходило несколько войн с турками, а еще происходил раздел Польши, а еще происходила война... А, не, война за испанское наследство была раньше. Революция. И революции французские, французские, австрийская революция и тому подобное. Революция в этом запахе, в Америке. В Америке, да. Выпрямся. Вот, видишь, в 848 году, кстати, была революция в Австрии. Тогда было восстание. Видишь, Конгресс в Вене 815-й, новое поделили Европу после разгрома Наполеона. И вот здесь можно посмотреть, я думаю, все эти вещи. О, смотри, какая крутая штука. А, не, смотри, какая штука. Видишь, я так понимаю, что это такое? А вот что это такое? Это пушка, ружье. Наверное, какой-то способ зарядки или капсулей подают или еще чего-нибудь. Надо разобраться. Вот тебе будет дело. Ты же у нас увлекался оружием, вот теперь снова увлечешься оружием. Смотри, какой короткий у него карабин. Шомпол висит. Видишь, это пика. И она же, видишь, подставка под ружье. Типа взял и сказал... А где же Аустерлиц? Ой, смотри. Воздушные шары. Хотя их никто в военных целях особо не использовал еще в те времена. Но шар выглядит впечатляющим. Смотри. Разные варианты. Это что, ключи от городов? Туплиерские ключи. Не-не-не, это ключи от городов. Шпага инкрустированная какой-то хренью. Посмотри, какие шпаги. Сабли, шпаги. А вот уже нормальные винтовки. Линейные пехоты с нормальными штыками. И такая толпа. Выстрел сделали и бегом, 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 бегом. Мне нравятся их шлемы. С номерками. И надписью стрелять сюда. А тут я так понимаю... О, хочу себе такой. Я так понимаю, что это такое. Как бы все резать. Не-не-не, это же боевые топоры, да? То есть интересно, метать их можно или нельзя? Можно. Что нет? Да нет, ну что-то... Что-то он не очень выглядит метательным. 805 год. Французские войска вступают в Вену. Видел? Ужас. А вот, кстати, карта Европы. Где происходили сражения. А, еще в это же время, кстати, начался не только раздел Польши, но и... Как это по-русски? Начался еще и появление Германии. И появление Германии. И Пруссия с Берлином начала отделяться от Вены. Смотри, какой был Вена. Вот это вот непонятные территории. Франция. Ну, короче, после того, как Франции надавали чертей, все сразу стало очень и очень плохо. Пушки уже какие-то, смотри, многокалиберные. Для выкашивания, так понимаю, пехоты. Так а где австралиц? Где схема? Какой-то музей непонятный. Тут какие-то люди сидят там, видишь, на барабанах бухают. Будь здоров. Смотри. А, они в карты играют, видишь? Карты таких размеров, как будто, и не знаю. Святослава пробила на всякую эту старую... Это сопли. Опа! Что? Крови нет опять. Куча трупов валяется, крови нет. Куча трупов валяется. Голов оторванных, отрубленных нет. Не зря говорят, что детские видеоигры стали жестокими. Вон, хочешь посмотреть сражения, портреты, портреты. Портреты больше что-то. И все? И все? И все? Нет, пойдем. Это не к нам. Опять портреты. Вообще непонятно, к чему бы это. Разве это военный музей? Мы хотим крови. Мы хотим каких-то красивых картинок. Угу. Вон, шапка Мономаха, смотри какая. А, или это такая какая-то молительная, видишь? Типа походная молильня. Молильня. Ага. С черепками. Со свечами. Зажег и горит. Смотрись. Вау, смотри какая штука. Святик. Смотри. Что? Ракетная установка. А, точно. Прикинь. И вон, видишь, такая ракета. Тогда не додумывались, что ракеты можно запускать с направляющих. Тут видишь, вот эта вся штука, это и есть направляющая. То есть, она запускалась, и чтобы она ровно летела, вот это весь хвост его вылетал. Ну, а дальше, дальше, дальше какие-то портреты, портреты. Самое непонятное, там у них хватило возможности набрать кучу оружия, согласись. Хотя это намного старее и раньше было, да? А здесь непонятно, каким образом оружие не сохранилось. Вот пушечка. Маленькая, наверное, но мощненькая. А это что такое? Палка, копалка. В чем прикол? Трость чья-то. Коферс, да. Офицерский сток. Это он ходил и бил. Шнеля, шнеля. Давайте, давайте. Яяна, яяна тюрлих, да, сэс фантастич. Давай, давай, наклоняйся, быстрей работай. О, вот здесь вот есть оружие. Ой, Шевченко, смотри. На Шевченко, смотри. Лысый, на Шевченко. Вот, в средине. Да, реально. Это реально Шевченко? По-моему, все эти делались по одному образцу. Святик, я тут тебе нашел, где посидеть, иди. Не понял, что они придумывали. Своих знаменитых людей, правильно, как сейчас перестали на других лысых. Не хочешь посидеть пока? Нет. 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 Да, видишь, тут даже день рождения мальчикам, наверное, или девочкам. Девочка такая родилась. Папа, купи мне шпагу. Папа, давай это самое. Смотри, какая шпага. Вот это вот красиво. Смотри, даже на Атласе. Смотри, какая гарда у нее такая. Сток такой хороший. Надо себе такое завести, когда ты не будешь слушаться, вместо того, чтобы отключать Xbox, просто бить тебя этим стоком. А вот и, собственно говоря, арсенал. Вот то, о чем я говорил. Вот как он выглядит. Это его половина, потому что он туда еще продолжается. Не упирайся. Вот мы отсюда зашли. Мы сейчас вот в этой части. Вот еще башня, еще башня, еще, еще. И вот те стены, о которых я говорил. Больше башни. Больше башни. Представленные костюмы различных гренадеров, пехотинцев и тому подобное. Смотри, как они были. Не води рукой с соплями по... Такие суровые мужики все, интересно. Или хотя, если тебе усы отрастить, ты тоже подойдешь под это дело. Смотри, сранцами. Сранцы это хорошее слово. Срень. Срень, да. И вон опять Святослав кинулся посмотреть на оружие. Све не кажется, что оно никаким образом не менялось. Да, вот ты ходишь такое, оно все одно и то же, одно и то же, одно и то же. Чего? Какой битвы? Карте. Или как-то там называется. Какие-то просто карты различные. Фиг поймешь какие. Надо было в Википедии читать. О, смотри, твои любимые пистолеты. Двухствольный. Вон, двухствольный пистолет. Реально двухствольный, посмотри. Ясно. А я вот не понял, что они все закрыты. Для того, чтобы они не портились, видел? Они, наверное, боевые. Просто закручены, видишь? Специально, чтобы невозможно было стрелять. А вон, смотри, какая крутость. Винтовки классные, смотри, какие. Однозарядные. Пока что многозарядных нет. А вот уже бомбы нарезные. Иди сюда, посмотри. Шнарапнелью ударные ракеты. Видел ракеты? Которые использовались. Вот, пожалуйста, смотрите, сколько ракет. Разных типов. Зажигательные, химические и тому подобное. И Развитие событий. Захват Австрии больших территорий. С Будапештом. С Прагой. Наход. И, собственно говоря, Отделение Баварии с Мюнхеном. Ганноверская. Пруссия. Бавария. Ну, что, прикольно. 66-й год. Потеряли, конечно, территорию, но с другой стороны приобрели австро-венгерских территорий. Тоже люди гибнут. Тут какой-то зал кого-то. Вау, Святик, смотри, какой крутой винторез, а? Смотри. А? Капсульный причем. Вот, смотри, какой. Смотри, капсуль. Капсуль одел, уже даже порох не надо сыпать. Капсуль одел и стрелял. А вот уже, видишь, новое искусство. Вон уже сколько кровищи. Во! Капсульский. Вот это уже нормально. А зачем они ее повесили? Как это зачем? Ну, не политкорректное. Ну, не политкорректное. Так это же новое, современное искусство. Людей должно выворачивать наизнанку. Тут же, видишь, еще пока она достаточно политкорректная, нет... Как это по-русски? Головая труба, да? Не, там, кишки выпущенные, там. Вон, одного, видишь, скальпировали. Вон там мужик такой к лошади пристроился. Такой... А-а-а! Такие вот бои. А вот пушки нарезные. 1863 года. Фелдканон. Это самое. Как это называется? Полевая пушка. А вот уже нормальные, казнознарядные ружья, видишь? Меч. Не меч, а палаш, скорее всего. Видишь, типа, снял, патрончик засунул такой. Больше сейчас похоже на противотанковое. И крестик 1866, да. Полный разгром колонны. Это, наверное, авиация постаралась противить. Не, ну, вот эти вот ракеты, конечно... Да, ну, да, в наполеоновских войнах, конечно, авиация. Да. Ну что, мы тут тоже много наговорили уже. Вам, надеюсь, понравилось. Это был следующий зал. Это был зал Европы с 1789 по 1866 год. Различные битвы, различные сражения. Напомню, что в это время все со всеми воевали, как обычно. Австрия воевала со Францией. Получила по чертей. Потом Франция получила чертей. Потом Пруссия воевала с Англией, с Австрией. Отделили кусок территории. Потом Австрия воевала с кем? С кем, да. С Атаманской империей, с турками. И отхватили тоже кусочек турецких территорий. Еще они отхватили кусочек Италии. В общем, все воевали, отхватывали по полной программе. Вооружение вы посмотрели. Ну, а напомню, что с вами был я, Игорь Шестидко. И Святослав Михайлович. Да. И он уже замучен. Тебе что, уже ничего не нравится? Что ты такой недолго? Это все красиво, что? Давай тебе... Наоборот, очень нравится мне передозировка. У тебя уже передозировка. Ну, сейчас пойдем бахнем пивка. Быстренько пройдемся. У нас еще осталось всего два зала. Ты же понимаешь? Можешь посетить, если у тебя дозировка. Сходить в Реструм, если у тебя передозировка. Не умирай, не умирай, Святик. Ну, а если вам нравится, не забывайте подписываться на наш канал, на мой канал. Напомню, что это часть путевых заметок, которые мы снимаем из Вены. Сейчас у нас еще будет несколько залов. А потом прогулка по Вене. А потом Венский технический музей. В общем, всего и по многу будет. Так что смотрите в описании, смотрите в аннотациях. Ссылки на другие путевые заметки. Ссылки на другие видео. С удовольствием почитаю ваши комментарии по этому поводу. Святослав, надеюсь, доживет до того светлого дня, когда мы поедем назад в Братиславу на поезд. Ты билеты не потерял, кстати? Вон тут, видите, чуваки. Какие билеты у тебя? Этот поезд. Ну и счастливо смотрите дальше. Увидимся. Пока. Чуть не мешалось. Субтитры сделал DimaTorzok